Приветствую вас, Юлия. Для начала я бы предложил вам разобраться с вашей ревностью. С чем она связана? Ревность. Почему вы ревнуете? Ну, что вызывает, собственно говоря, ревность у вас. Вот. Это, мне кажется, важнее. Потому что, все равно, если вы будете ревновать, вы не сможете построить адекватных отношений со своим мужчиной. И не сможете плавно раскрыться в отношениях с ним. И, в итоге, действительно можете его потерять. Ну, по сути, нас. Вот. Поэтому, обратите внимание, я вам предлагаю на это. Определить, значит, причину ревности. Смотреть, почему вы ревнуете. Разобраться с ней. Перестать ревновать. И дальше уже можно будет двигаться по жизни. Второй. Вот. То есть, это, примерно, вот, ну, примерно, в такой момент. Вот здесь. Значит, ревность. Давайте начнем. Проистекает из неверности в себе. Как правило. Вот. И соответственно, здесь надо было. Оооо, поиследовать. В чем не уверены вы? Что вы, ооо, вот. Чувствуете? Ревность. Ревность. Что, я так полагаю. Боитесь потерять мужчину. Боитесь остаться без него. Без него. Вот. С кем вы себя сравниваете? И как вообще получилось так, что вы себя с кем-то сравниваете? Вот. Ну и, в общем, поговорить. По версию. Реализованность. Точнее. На данный момент нереализованность. Потому что, если бы вы были реализованы, то, ну, если бы у вас была реализация, то, вот, вы не думали бы о семье 21 год. Вот. Для чего вам семья, опять же. То есть, у меня, вот, складывается, такое впечатление, что, семья очень вам важна. Вот, хотите вы, прямо, ее создать, эм, семью. Вот. Ну, ну, нет. Здесь определиться с тем, зачем она вам. Потому что, в любом случае, в любом случае, семья вам, эм, скорее всего, не даст. Того, что вы хотите. Семья мне, не способна дать. То, что от нее ждут. Вот. Семья вообще ничего не дает. Как, как, правило. Семья. Вот. Семья только выбирает. То есть, семья нужно только отдавать. А, если человек в 21 год, эм, хочет семью, да, то возникает, ну, волей-неволей, эм, вопрос. Насколько человек, эм, удовлетворен. Насколько человек, эм, самобытен. Насколько человек, эм, населен на реализацию. Эм, ну, условно говоря, себя. Да. Вот. Что ему, что, что он, вот, эм, беспокоится о семье. Что ему, что он, что он, вот, переживает, что у него, там, ну, может не быть семьи. Вот. То есть, вот это все, в первую очередь, ну, не, разобрал. Дальше, дальше. Эм, очень похоже, что мужчина, эм, просто боится, эм, сами, сближения. Вот. И все. То есть, я, конечно, не могу, эм, с уверенностью, эм, ну, на 100%, говорить. Ну, очень похоже на то, что человек, просто боится с вами, сближения. Просто боится, эм, ну, боится, ну, сближаться с вами. Вот. К сожалению. И если это действительно, действительно, если это действительно так, то вся эта история об правах. То, что не будем вместе брать, это все разговорки. Тут либо страх, есть, эм, ну, страх, эм, близости. Вот. Либо здесь есть, эм, нежелание брать на себя ответственность за, к примеру, вас. Вот и все. Так что, решайте, быть вам с этим человеком абсолютно без обязательств или нет. Увы, но, как бы, необходимо понимать, что человек либо боится, либо не хочет просто брать на себя ответственность за вас. Эм, что в этом случае делать? Во-первых, определиться, опять же, с тем, чего вы хотите. Если вы любите, любите человека, то, эм, хотите, чтобы он был счастлив. Если вы хотите, чтобы он был счастлив, то, я подозреваю, эм, что вы готовы его отпустить, будет. Но, эм, в случае, если, эм, такого рода отношения, какие у вас сейчас, для вас неприемлемы. Если, 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 такие отношения, как и у вас сейчас, для вас неприемлемы, то, в таком случае, имеет смысл слабому человеку об этом сказать. Сказать всю правду, сказать все как есть, что я, к примеру, себя люблю. Вот. Опять вопрос, почему вы, почему вы боитесь, эм, своих чувствах преднаваться? Да, молодому человеку? Почему вы, почему вы боитесь? Ведь это же чувства, а просто чувства. что в них, эм, такого, стра, стра, страшно. Вот. Ну, вы, вы почему-то боитесь. Вот. Поэтому, эм, тут вот надо, тоже, смотреть. Да, смотреть, эм, чего вы, чего вы боитесь, смотрят, смотреть, почему вы боитесь, боитесь, ну и так далее. Так вот, эм, как бы, это, как бы, момент, это, как бы, момент. Потому что, если вы боитесь, рассказать, рассказывать, человеку о своих чувствах, то, вероятно, ваше, чувство, да, они, ну, не совсем, эм, искренне, вероятно. То есть, может быть, может быть, а, ваше чувство имеет еще и, в какой-то степени, ну, такую вот, эм, более эгоистичную природу, скажем так. Вот. Это, само по себе, не обязательно, что прямо плохо, вот. Само по себе, не обязательно, чтобы, что вот, ну, не обязательно, что это прямо плохо. Но, как бы, это делает, это делает вас, делает вас, просто вас, более уязвимой. Вот. Потому что, вы не способны, вы не способны, э, как бы, проявлять, э, себя, э, в отношениях, э, максимально естественным образом. Ну, понимаете, какая штука. Вот. Вот это, в принципе, э, то, что, э, я мог бы вам сказать, да, то, что я, э, мог бы вам ответить. В принципе, как бы я мог ответить вам. То есть, с одной стороны, с одной стороны, с одной стороны, я понимал, э, что вы боитесь, э, его потерять. Но, с другой стороны, я так же понимаю то, что, э, э, за свои чувства, да, за свои эмоции, э, вы, э, несете ответственность, вот. И вам, соответственно, э, необходимо разобраться с тем, э, чего вы хотите. Что вам нужно, что вам, э, что вам, э, собственно говоря, необходимо. Вот. То есть, ну, конечно, понятно, что вы, вы решили в некоторой степени ошибку, когда, э, э, начали, э, жить со своим другом. Потому что, дружба в этот момент, ваша, ваша, она закончилась. Это, это понятно, что она закончилась, ваша дружба. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, а, сейчас, э, сейчас вам, э, как бы, как бы, э, имеется. В смысле, э, вот, э, 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 в направлении, э, определение того, чего вы хотите работать. Это гораздо важнее, важнее. Вот. Гораздо важнее для вас. И, э, гораздо, э, полезнее. Вот. Вот. А, пока что вы, э, просто, э, слишком, э, э, сильно зависите, как бы, от, э, человек. Вот. Что, э, конечно, вам, э, на пользу, на пользу не идёт. Вот. Поэтому, определитесь, если вы, э, ждёте от, допустим, э, э, ну, от признания, если вы ждёте от признания, э, в своих чувствах, э, мужчине, э, чего-то, да, если вы ожидаете чего-то, если вы ждёте чего-то. То, в таком случае, конечно, лучше не признаваться, потому что, э, вполне вероятно, что, э, вполне вероятно, что, э, ну, вполне вероятно, что вы будете, э, э, разочарованы. Православ. Вот. Если же вы, 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 вам, хочет, э, человек, э, просто делать, э, делать, э, счастливым, если вы знаете, что, э, что вы можете, ну, что вы можете сделать человека, э, счастливым. Вот. То, в таком случае, конечно, да, в таком случае можно признаться, в таком случае. Вот. Но все зависит от того, как именно вы воспринимаете мужчину, и какова, какова природа ваш, ваших чувств и эмоций, эмоций к нему. Вот. Что касается, э, потерять, вот вы говорите, что я не хочу его потерять, то здесь надо отметить особо, что человек это не вещь, чтобы его терять. И если вы, э, по, ну, всего ряда причин, э, боитесь потерять человека, то, ну, нужно сразу определить, что он вам даёт. То есть определить момент, почему вы его боитесь потерять. И сделать так, чтобы вы в этом смысле были от него независимы. Совсем. Совсем. Э, то вы, то вы, э, были, были полностью, полностью независими от него. его. Потому что, если вы будете зависимы, то это уже будут не совсем здоровые отношения. Вот. Ну и не совсем понятны ваши ожидания, вы говорите, что 5 месяцев и с человеком, он сказал, что с ними с вами не будет, тем не менее, вы стали с ним жить, вступили в половую связь, и у вас общий бюджет, то есть, по сути, молодой человек, ну, мужчина просто проживает с вами. Вот, вы на это согласились. А теперь такое ощущение, что вам хочется большего. Вот, то есть, ну, это, мне кажется, тут, ну, в какой-то степени здесь двойные стандарты. То есть, вы могли не соглашаться на эти отношения, в принципе, если для вас неприемлемо проживаться мужчина без перспективы создания семьи. А если вы согласились, теперь непонятно, как бы, ну, у вас появляется чувство, у мужчины чувств не появляется. Вот. Опять же, нужно посмотреть, а что, вот вы говорите, что я сильнее в него влюбляюсь, из чего именно стоит влюбленный. То есть, влюбляетесь ли вы в него, или вы привязываетесь к нему, это тоже разные вещи. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, тоже вот на это нужно обратить внимание. Ну, ваш. На этом все. Надеюсь, что помог. Если, если, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешется. Продолжение следует...